Делегация Гомельской области отправилась в Казахстан для отдела у Международным инвестиционным форуме. Вытворчасть кормовых добавок для живой лагодоли на основе сапрапелев будет створена у Лельчицким районе. У Гомель пройшел Кубок Республики Беларусь по культурызму и фитнесу. А зараз амхэтым и иншим больше подрабязна. Сегодня делегация Гомельской области начали со старшиней Аблы Канкама Владимиром Дворником отправилась в город Паулодар Республики Казахстан. Мета поездки у делу в Международном инвестиционном форуме. У составе делегации керавництва СССР Гомель Ратон и Гомельского отделения Беларуськой гандлево-промысловой палаты. А так само представники найбуйнейших предприемств региона. У их лику Гомсельмаш, Спартак, Гомель Дреу. Почас форуму заплановано подписание четырех погоднений у тем лику об супрацовнистве в гандлево-экономичной, науково-гуманитарной и культурной сферах. Даречи супрацовниства нашей в области с Казахстаном авядзецца на протягу 20 годов. С пачатку гэтага года двухбаковый товароборот склау амаль 38 млн доларов. Темчасам увагу инвесторов на Гомельщине прытягвать природные багатти Прыпицкого полесе. Пачас проведення дзен Гомельской области в Москве подписано погоднение об створении у Лельчицким районе вытворчасти ватких кормовых добавок для живелога доли и земляробства на основе сапрапелев. С планами района по выкарыстанне природных ресурсов ознайомился Олексин Серову. Кварцевый песок, ультрапресные воды, облицовочный камень и навод бурштин. Заправдные запасы природных ресурсов, які знаходятся на территории Лельчицкого района, не разведаны до этого часу. Той же озерный сапрапель, например, почали выкарстовывать только в 2011 году, коли в рамках Чарумбасской программы тут реализовали проект по створении на базе местового агросервису вытворчасти кормовых добавок. На его реализацию затратили маль полтора миллиона долларов. Погоднение, якое подписано в Москве, повинно принести в район еще больше значной инвестиции. Этот проект даст порядка семи миллионов долларов США инвестиций. Ну и, соответственно, по выходу этого проекта будет создано в районе порядка 50 новых рабочих мест, что для района это немало. Основная продукция, которая будет производиться на новом предприятии, будет в основном экспортоориентированно. Соответственно, это будет экспорт для района и для области. Сегодня на территории Лельцеского района вядомые два родовища сапрапеллев. Разведанные запасы больше 800 тысяч тонн. Реальные объемы могут превышать эту личбу в несколько разов. Шмат тысячи годов тому на этом месте было море, которое сейчас перетворилось у озера. После того, как в минулом 100 годах и оно высохло, оказалось, что эти мястины богаты на сапрапель, которые поддерживают практически все элементы таблицы Менделеева. Планы по забеспечению мяцевых жахаров работы и отповедной зарплаты в Лельцеском районе связывают теперь за все за его инвестиционной притягальностью и створением новых подпочек по перепросовцу сыровинных ресурсов. На селетнем Гомельском экономическом форуме, например, был подписан договор о подкрытии еще одного щебневого завода. А про чатого начинается разведка родовища в Бурштыну, по передней запасы, якого оцениваются у 300 тонн. До речи, запущенные 9 годов, его рыночный кошт повеличился на 900%, и эта тенденция заховывается. При том, что и мягчимости выкрыстания сапрапелью так само далеко не вычерпаны, в усилякем разе применять его можно не только для творчества удобрений и кормовых добавок. Есть еще более широкий спектр, то есть это можно и косметология, это и лечебные грязи. Ну, понятно, что на сегодняшнем этапе пока такие проекты еще не рассматриваются, но как перспектива возможно все. Активистов детских и молодежных громадских объединений у юных журналистов Гомельщины собрал 7-й областный форум «Лидеры 21-го года. Новый формат». Мероприемство проводится с метой поддержки новых инициатив, створения умов для включения школьников в громадскую деятельность. За 4 года молодыми лидерами реализовано больше, как 300 проектов. Яны тычатся у приватности, доброго парадкования гульнявых пляцовок, способов выращения конфликта у работы молодежных сродков массовой информации. Над чым працевали юные лидеры селета, ведая Яуген Пабалавец. Селета на форуме молодые лидеры из установ «Адукации в области» представили выники своей працы над проектом «Совет старшеклассников. Открыть свой район на нову». Яго старт был даден на леташнем шостом форуме лидеров. Началось все с того, что мы в интернете нашли очень интересный ролик, который называется «Путешествие округ света». Там вот по системе «Вклывыгал». Очень интересное видео получилось, и мы решили взять модель этого видео и распространить ее в другие районы, чтобы каждый район попробовал по модели этого видеоролика показать, какие мероприятия происходят в районе. Оценивались идеи, монтаж вида и насыщенность подеями у представленном ролику. Переможцами проекта стали простойники Хойников, Чачерска и Рахачева. Так само подчас форуму лидеры в Учневсках о самокировании смогли задать свои пытания начальнику управления «Адукации» Гомельского облога Конкама Сергею Порошину. И самое главное, в результате таких диалогов и общений рождаются новые интересные проекты, не только теоретического, но и практического направления. Например, участие в экологических акциях, благоустройствах территории, воплощении многих проектов молодежных на улицах городов, районных центров, парках, скверах. То есть все то, что наработано молодежью, можно совместно с органами местной власти воплощать в жизни. Организаторы уверены, что 7-й областный форум лидеров стал пляцовкой для распроцовки и дальнейшей реализации новых молодежных проектов и инициатив, а так само местом для эффективной коммуникации молодых людей за активной житевой позицией. Евген Побловец, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гомель». Я в спорте. У передопошнем туры чемпионата Украины по футболе у первой лизе календарь звел две команды из нашего областного центра. Господарами поля у другой серии гомельского дерби были футболисты Гомель-Шагун-Транца. У первой крузе у лепени на центральном матч помеж Гомелем и Гомель-Шагун-Транцем завершился без голевой ничией. На этот раз я не смогли выявить мощнейшего и снова ни разу не поразивши вороты соперника. И на ракать на низусим удалый заход матчу могли наставники обидвих команд. Максимность забить выражальный гол была и у господаров, и у гостей. Получилась боевая ничия. У Гомеля были моменты, у нас были моменты, мы их не использовали. Сложный матч был сегодня в плане организации атакующих действий. Поэтому, может быть, не 0-0, а 1-1, но ничейный результат объективный. У нас стратегическая задача была не проиграть. Это как минимум. По максимуму, конечно, мы хотели выиграть. Потому что остался один тур, одна игра. Все умеют считать очки. Поэтому нам проигрывать нельзя было. Но план минимум выполнили. Конечно, хотели выиграть. Таким чином, пытание чемпионства в первой лизе выращится в заключном туре. У лидеров Гомеля и Могилевского дня пра – 1-й колькасть очков. Для соперников они недосягальны. В 26-м туре Могилевчане сгуляют на выезде за столичной командой «Промень», якая зараз займае третий родок. У Гомеля соперник больше простый. Ведовочный аутсайдер Ашмяны. Гульня пройдя 5-го листопада на Центральном. У Гомеля отбылся четвертый Кубок Беларуси по культурызму и фитнесу. С поборництвы собрали спортсменов з усей краины. Турнир проводился Беларуской Федерации модельного фитнесу и культурызму. У красавяку этого года Гомель проймал еще один из поборництвы под эгидой этой организации – чемпионат Беларуси. Кубок краины меу больш степлый масштаб. Менш категоры, по яких выявляли переможцев, а значит меньше самих удельников. С поборництвы и дети. У их своя особистая категора – фиткит. Там яны демонструют свою акробатичную и танцевальную подрыхтовку. Невеликая колькасть удельников на видовишны с поборництва особливо не пауплывала. Побач с новичками были спортсмены самого высокого у зроиню. Уровень участников хоть и небольшой, но уровень довольно ровный. Есть, конечно, ребята и не совсем подготовленные, но это спорт, это соревнования. На любых соревнованиях есть топовые спортсмены, есть новички. То есть надо обкатываться. Мы не гонимся за массовостью. Все-таки я хочу, чтобы наш спортсмен понимал, что это хорошее хобби, которое в первую очередь несет здоровье. Листопад заявит про себя протяглыми опадками. На этом день у регионе чекаются дожды и мокрый снег. По информации областного гидрометцентра, ближайшей ночи у особных районах пройдет короткочасовый снег. У день будет переважно без опадков. На дорогах макчима гололюдится. Температура по ветру в ночи складе от нуля до минус 5 градусов. У день до плюс 4. У сираду чекается протяглый мокрый снег, який будет переходить у дождь. У особных районах прогнозуется узмацнение ветру порывами до 15-17 метров за секунду. У ночи слубки термометра опустятся до минус 4. У день у сираду чекаются до плюс 6. У четвер опадки чекаются у многих районах. Макчимы слабы гололюд, у ночи ранится и туман. Температура на протягу суток складе от нуля до плюс 5 градусов. Короткочасовый мокрый снег и гололюдится, прогнозуется и наступные дни ты дня. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочным с развитием падею Гомерю в области. Заставайтесь с нами.